Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию новую рубрику на моем канале, которую я уже ранее анонсировал, полевая филателия. Суть этой рубрики в том, что я буду выезжать в какие-то интересные места, магазины филателлистические, клубы, выставки, может общаться с известными филателлистами на какие-то злободневные темы для филателлии современной, рассказывать об этих местах. И сегодня первый выпуск я хотел бы посвятить такому культовому месту для московских, не только московских, наверное, всех бывших советских филателлистов. Это магазин в Москве на улице Академика Волгина, 23, корпус 1. Почему это место культовое? Потому что это последний осколок оставшейся некогда мощнейшей империи филателлистической союз-печати. Магазины филателлистические, союз-печать, они были практически в каждом сколько-нибудь крупном городе. В Москве таковых было 20. И смотрите вот эту небольшую врезочку. Вот, друзья, я хотел вам показать вот такой вот, видите, это были рекламные буклеты, ну вот это вот конкретно конверт. Московское городское агентство «Союз-печать», коллекция марок «Хороший подарок», приобретайте марки, другие филателлистические новинки в наших магазинах. И вот, видите, улица Волгина, ну тогда еще 23 без корпуса, видимо, изменилась нумерация. А всего, вот видите, этих магазинов было, ну на тот момент 20, это где-то 70 какой-то год. Вот, и из этих 20 московских магазинов сейчас остался вот этот вот один последний. И он, в общем-то, давно известен московским филателлистам. Вот, посмотрите еще одну врезку, как о нем отзывается один из подписчиков моего канала. Вот, видите, друзья, это мое видео, где купить почтовые марки. Вот, 31 марта я его выпустил, да, как раз вот немножко там рассказал об этом магазинчике. Вот, давайте сейчас посмотрим, сейчас тут подгрузятся комментарии. Вот, к сожалению, ну непроизносимый ник, да, вот что он пишет. «Приветствую, магазин на Волгина, магазин моего детства. По субботам там проходили грандиозные толкучки, продажа с рук. Да и так в любое время можно было купить у дяденьки с большим портфелем красивую серию на любую тему. Были бы деньги. Давно там не был, последний раз года 4 назад. Там стоял один мужчина с марками, Владимир, и сказал, что давно здесь никаких сборов филателлистов нет. А в самом магазине в отделе комиссионном, все так же, как и много лет назад, сидел Борис Глебович». Ну вот, видите. В общем, как видите, действительно место, ну, по-настоящему культовое. И сейчас мы с вами туда отправимся, но прежде всего я хотел бы большие, кстати, извинения принести. Дело в том, что, ну, я все-таки еще не опытный видеоблогер, и первый блин, он получился немножко комом. То есть, конечно, качество самого видео меня не удовлетворяет. Я не про картинку, я про вот некоторую сумбурность. То есть, у меня где-то я забывал там вертикально телефон поворачивал, да, там часть видео получилась вертикальная. Где-то у меня там смазана получилась картинка, эти кадры вообще не вошли. Где-то я не вставил, ну, там, поэтическим соображениям. Там какие-то люди ходили на заднем фоне, говорили, обсуждали какие-то свои дела. Ну, в общем, ну, не совсем правильно было бы это вставлять, вот. Но, тем не менее, вот так или иначе, что-то у меня получилось. И я очень прошу вас, мои уважаемые подписчики, те, кто просто посмотрит это видео, дать мне обратную связь, насколько вот такой формат, такая тематика вам, в принципе, интересны. Да, напишите в комментариях, там, может, какие-то свои пожелания по поводу того, что там, да, куда мне еще поехать. Я не знаю, как улучшить этот формат, да, что можно еще сделать, чтобы было интереснее. Потому что, еще раз повторяюсь, я неопытный видеоблогер и вообще не очень люблю снимать, там, знаете, как вот некоторые там в поездках, да, без конца себя снимают. Вот, я не про это, вот. В общем, ну, давайте смотреть, что получилось. Ну, вот, друзья, я двигаюсь в сторону улицы Академика Волгина, туда, где знаменитый магазинчик марок находится, знаменитый, как последний осколок великой системы магазинов Союз Печать. Будем надеяться, что нам разрешат там поснимать. Ого, вход со двора. Ну, сейчас зайдем со двора. Ну, вот, друзья, собственно, вот это здесь, вход со двора. Сейчас зайдем и пообщаемся. Ну, вообще, друзья, я вот, там, эти кадры не вошли, они у меня смазанными, плохо получились, там, чуть-чуть, вот, я сейчас покажу, там, панораму этого магазина. Вообще, чтобы вы понимали, это такой небольшой магазинчик, там, разбито на отделы, там, не только марки, там, вот, вот этот отдел марок Бориса Глебовича, где он сидит, и там еще какой-то его коллега, которого не было. Там, напротив, другой отдел, там, марки СССР и России современной. Ну, честно говоря, ну, я там что-то купил, но, сразу скажу честно, я там не снимал, потому что, с моей точки зрения, это не очень интересно. Там, женщина продает марки по каталогу Загорского, ну, как бы, по каталожной цене, в общем-то, ну, я знаю места, на тот же самый мешок, или там, какие-то другие места, где можно взять эти марки дешевле, поэтому там я ее и не снимал особо. Ну, вот, а так, там, в этом магазине есть еще монеты, значки, антиквариат, там, какие-то пишущие машинки, стоят чеканка, там, значит, кжель, там, и так далее. Ну, в общем, это вот такой, вот, знаете, классический магазинчик. Очень много, кстати, букинистической литературы, вот эти вот шикарные советские издания, там, издательство «Правда», помните, вот эти вот подписные, там, 50-х, 70-х годов, все эти русская классика, советские писатели. Вот, вот это вот все там есть. Ну, в общем, такой вот магазинчик, рай, там, для коллекционера. Вот, смотрите. Ничего страшного, Санвел, ничего страшного? Хорошо, хорошо, я все, что, ты знаешь, я даже посмотрю еще у себя, так сказать, еще... Так, как я к вам могу обращаться? Меня звать Борис Глебович. Борис Глебович, вот, коллеги, Борис Глебович любезно в мое распоряжение предоставил альбомы с марками... О, это Тува. Ну, меня эта, правда, тематика не особо интересует, но я ее знаю, это Тува. То, что модно было некоторое время назад собирать, сейчас не знаю, сейчас по-прежнему или... Так. Ой, слушайте, а вот тут у вас блок, тут, видимо, у кляссера, видите, нижняя эта оторвалась, и он как-то проскакивает. Но я просто к тому, чтобы не выпал, а не это аккуратненько. Это немецкие кляссеры есть такие плохие. Ну, немецкие, это вы имеете в виду, они еще, так сказать, с советских времен, ГДРовские или... Нет, нет, нет. Или вот эти вот то, что сейчас. Современные. Линднер, Лёхтурм, да? Да, 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 да. А вот я, кстати, заметил, у меня вот эти ГДРовские альбомы, которые с начала 80-х годов, им сносу нет, они до сих пор, и там не ослабли вот эти вот полоски, вот эти вот ничего не... Все было сделано в качестве. Да. А сейчас, сейчас, между прочим, сплошь и рядом нам и полубрак приходит. Ну, не знаю, мне вот, честно говоря, то, что я современный, ну, сейчас покупал, пока вроде ничего. Хотя они у меня сколько там, 2-3 года, наверное, как я вернулся. Вот самое главное, вот вы знаете, не покупайте альбомы вот с такой вот, чтобы с наружной наклеить. А, я согласен с вами, я уже пробовал это. Во-первых, за нее марки цепляются, когда ты их вытаскиваешь. Дело не в том, что они отходят, и они начинают... И проскакивают, да? Проскакивают, да. Ну, теоретически, наверное, их можно как-то подклеить, но, наверное, это не очень благодарное дело, да? Это Гриша. Так, это Гриша. Так. И это тоже 60 рублей, тоже Гриша. Так, 200 рублей, что такое у нас 200 рублей было? Не знаю, смотрите. Нет, здесь все Гриша. Ага. Это коллега ваш, да? Да. Ну, у вас здесь получается, как бы, несколько таких вот, как сказать, мини-магазинчиков, да, киосков на территории или нет? Нет, это все мое. А, все ваше. Это все мое. Здесь просто мой коллега сидит, товарищ, так сказать, ему дано, так сказать, место, и он, соответственно, работает. Что-то там, так сказать, немножко платит. Понятно. Сейчас еще дам вам альбомчик. Давайте. Сейчас, сейчас, чтобы вылезать. Только аккуратно, да, чтобы там лист не помялся этот, который вылезает. Ну, соответственно, принцип ценообразования у вас 20 рублей за Михелевскую оценку евро, да, получается? То есть это, это где-то, ну... Отдельные марки могут быть ниже и выше. Ну, понятно. По-разному. Учитывая, что сейчас 8,7, это где-то получается 20% от каталога. Ну, там чуть больше 20% от каталога. Ну, да. Это щадяще. Это очень щадяще. Гуманно, как говорится. Значит, вот здесь СНГ, но здесь тоже можно... Ага, давайте, да, СНГ. Но у меня, правда, Украина более-менее закрыта. Понятно. Только 19-го года рыб нету. А, ну, вот вижу, это Таджикистан. Да, да, да. Это знаю такое. Мне эта серия заинтересовала. Сейчас мне посмотрят по каталогу, сколько, что там, она какого года. 440. Нет, не 440, а 200... Нет, это я страницу. А, вы страницу. А, страницу именно исландскую, да? 280. 214, да. А, хотя, почему? Скорее, наверное, должно быть 11. Просто их 4 марки. 8, 9, 10, 11. По идее, должно быть... А, вот оно что. Все понятно. НС, да, точно. НС, это не полная серия. Исландия, да? Да, Исландия. Сейчас. 208, 214. Это у меня Исландия. Это здесь, господи. Исландия, да-да-да-да-да-да-да. На, да-да-да-да-да-да. Финляндия. Исландия 440. А, я не туда влез. Да, понятно. Смотрю, что-то не то. Вот она. Вот она. Так, 280, 14. Вот, смотрите. Здесь смешанная опять семья. А, там, видимо, и рыба, и что-то еще, да? Да-да-да, я знаю. Они вот такое выпускают. Вот она, вот. Ага, ну, слушайте, это вообще какой-то 39-й год, получается. Если это 40-й, тут предыдущие. Да, 39-й. 39-й. Слушайте, ну, давайте возьму, потому что вот эти все, то, что тут какие-то памятники, гейзеры. Это вам не нужно. Это мне не нужно, а вот рыбы, рыбы нужны. Это как раз человек не собирал там флору-фауну. Явно, да. Понимаете? Да, явно он флору-фауну собирал. А, что он не явно? Я знаю, я же купил у него, я знаю. Купил и заплатил за его коллекцию там сто с лишним тысяч. Большая коллекция-то была? Была, да, не маленькая коллекция. Именно фауна, видимо, да? Да, фауна-флору-фауна. Фауна-флора, ага. Так, 200 рублей. Именно вот в этом плане она и хорошо для тех, кто собирает именно флору-фауну. Потому что он как раз вычленял из серии, так сказать. Ну, я тоже иногда так делаю. А потом он у меня еще достался в конце. Там было несколько альбомов. Достатков вот этих вот. То есть я достал уже их соединять, эти все, и там, то есть, и пятая, и десятая. Так, а вот рыбки Монако. А вот тут нету цены. Посмотрите тоже, или что это? Это 88-й год Монако. Сейчас посмотрим. Вопросов никаких. Шесть марок 1988 года. Так, Монако. Ну, друзья, видите, вот этот вот продавец там, Борис Глебович, это тоже такая немножко культовая фигура, наверное. Как я понял, для филателии я с ним не был знаком. Вот, ну, вернее, знаете, и выяснилось, что я в 1989 году, скорее всего, когда еще будучи мальчиком, мы с родителями приезжали в Москву, и вот ездили в этот филателистический магазин, скорее всего, у него я покупал эти марки, потому что он уже тогда был директором этого магазина. Вот. Ну, естественно, в таком уже сознательном возрасте я с ним знаком не был. Вот, ну, действительно, дядька крайне интересный. Вы знаете, ну, он там служил на Байконуре начальником спецсвязи, до полковника дослужился, понимаете. Он там Гагарина называет Юрой, Титова Германом, и это вот чувствуется, что это не Бравада, это действительно вот человек той эпохи, знаете, титанов, которые создавали величие Советского Союза. Да, вот он, как бы, свой там кирпичик в фундамент этого величия тоже в свое время положил. Ну, а вот сейчас такой вот энтузиаст продолжает тащить эту тему филателлистическую, несмотря на, в общем-то, такой изрядный развал, да, всей этой системы, переформатирование ее на новые коммерческие рельсы. Ну, вот, как получается, так и делает. Забыл я его уже фамилию, так сказать. К нему подошли. Ну, я тоже запишу список. А вот про конверты-то эти, про гашения космические расскажете? То есть их, правда, в космосе гасили? Вот там с какого-то момента же космонавты брали марки, конверты там, это... Его сфотографировать для блога? Нет, ну, видеоблог у меня свой на ютубе. Это я вам сейчас расскажу. Генеральный конструктор Челомей. Это который ракету вот разрабатывал, да? И ракету, и он разработал еще и орбитальную станцию. Он был страстным филателлистом. А мой приятель был у него правой рукой руководителем полетов всех, подготовка и прочее. И он ко мне подходит и говорит, Боря, вот сейчас, сейчас готовится путь. Я подготовил для Владимира Николаевича, так сказать, конверт, кучу конвертов. И кучу, так сказать, открыток, там по 50 штук, он кажется. И говорит, будет проведено первое гашение в космосе, причем покажем об этом по телевидению. Это где-то конец 60-х, наверное, да, или нет, или какое-то? Нет, это 70-й какой-то, да, год? 76-й год. И такое, и такое, так сказать, состоялось это деяние, так сказать. Причем, вы сами понимаете, что, как гасить? Ну, никто не знал, как поведет себя там. Взяли обычный штемпель, взяли обычный... Его же краской надо мазать, а там же невесомость. Да, и когда палили, это самое, то эта краска плавала, так сказать. Ну, в общем, все, по всему свету прошло, и разразился скандал международный. Всемирный почтовый союз высказал Фе, почему без их линии сделали это гашение. А космос же, это территория, как бы, ну, международная такая, да, получается, то есть... Ну, идеи в конце концов могли, не могли... Ага, ну, ладно. И порядка двух тысяч пришло в Министерство связи заказов... На эти конверты? На эти конверты. А, ну, конечно, представляю, сколько было желающих. Емельян, так сказать, мне, мы, мне дал, он мне дал, 5 или 7, 7 конвертов и 7 открыток. Ага. Значит, ну, у меня их разбазарили, конечно, очень быстро, но, правда, что-то у меня осталось, одна или две, так сказать. Причем именно с гашением, бортовое гашение, салют-6, так сказать, все с этими... Подписями космонавта с автографами. Это, так сказать, Волыново и Желудово, так сказать, вот так. Вот это вот... А после этого все это пошло на поток. Но... А сейчас вообще эти на Байконуре, так сказать, они... Ну, сейчас-то понятно уже, да. А вот вы тогда, получается, в Филателлию-то как пришли, если вы сказали, что вы тогда еще не увлекались? А я в Филателлию занимался в школе. А, тоже, как бы, получается. Когда в Питер поступил в Академию, то все мои, так сказать, два альбома, у меня были хорошие марки, там иностранные, в основном эти были колонии, там то себе, первое, десятое. Ну, я на Кузнецком мосту был магазинчик, главой такой, здесь филателлистский. И вот там всегда, так сказать, собирались, потом, ну, там все, вот так. Так что с конвертами вот такая вот ситуация. А сейчас вот у вас тут как-то при магазине филателлисты не собираются? Нет, все, ну, это уже умерло. Да? Да, к сожалению, филателлия здорово переживает плохие. Ну, я согласен, но вот я вам... Детей нет, детей нет. А вот я для этого это и делаю. Вы понимаете, вся молодежь, она сейчас в соцсетях. Да. И я вам хочу сказать, что вот у меня есть некоторое количество подписчиков. Это либо вот, ну, молодые ребята, там, 15-17 лет, вот такие вот как бы приходят. Да, их мало, безусловно. То есть это не то, что совершенно в советские времена были вот эти клубы там. Ну, что, здесь по 200-300 человек было. А у нас была же система, начиная со школьных, так сказать, клубов. Филателлистические клубы, да. Ну, я не знаю, сейчас вот как-то Союз филателлистов России, я видел, они там какие-то детские выставки проводят. То есть как-то, видимо, пытаются возрождать. Но я вот хочу сказать, что вот в тех же соцсетях, ну, как бы я не могу сказать, что филателлия там сильно развита. Ну, во всяком случае, ну, вот у меня сейчас на канале тысяча с лишним подписчиков уже. То есть, в принципе, ну, как сказать, это и... Но это не только российские, это и украинские есть, и там бывших вот этих вот, ну, республик русскоязычных, да. И, в принципе, вот я и свою коллекцию показываю. А вот сейчас вот я решил вот как-то повыезжать куда-то, вот пообщаться с филателлистами. Ну, то есть, ну, а у вас вот покупателей, вы как оцените тоже вот контингент? Тоже в основном все среднего возраста или старшего, или как? Значит, в основе своей у нас основная масса покупателей, если это можно назвать массой, буквально у нас единицы, так сказать. Это люди вот 30 и т.д. и т.п. Ну, то есть... Заканчиваются, но начали приходить родители с детьми. Начали приходить, приходят, приходят и, соответственно, как сказать. Вы знаете, я вам расскажу. Я вот на своем почтовом отделении, я там в Медведково живу, вот до чего дошло, там не было вообще марок. Ну, художественных, я имею в виду, коммеморативных. То есть, вот только стандарты были. Я, наверное, своим вот этим теткам, там, ну, поскольку я вот покупаю из онлайн-магазинов тоже марки, там, с мешка с аукциона, периодически приходил, заказные письма получал, я им капал на мозги. И говорю, ну, вот как так, что у вас, значит, вы почтовое отделение, у вас нету хотя бы там какого-то, да, художественных марок. Одни стандарты. Одни стандарты, да. Вот эти вот были кремли, но сейчас вот эти гербы там все. Гербы там, лептицы там. И, да, да, да. И буквально вот летом, значит, у них появился вот этот вот стенд небольшой. Ага. Ну, там буквально, я не знаю, два-три десятка каких-то вот современных российских марок. Но очень, знаете, так приятно было. То есть, я зашел там письмо покупать. Да, вот, получается, да, заходит тоже женщина какая-то, там мальчику, ну, я не знаю, лет семь. Сем-восемь. Он, значит, это смотрит и говорит, а вот можно мне, значит, вот эту вот марку с летчиком, ну, там какой-то то ли Сафонов, то ли кто-то, ну, 12 или 13 года, вот эта вот серия, где наши эти знаменитые летчики, там, вот, Сафонов, Кокенаки, Покрышкин, там, значит, вот. И кто его знает? Может, у этого мальчика, как говорится, вот с этой марки и дальше пойдет это увлечение. Ну, впрочем, у меня моя приятельница, так сказать, она на главпочтамте как раз отвечает за распространение по Москве, так сказать, почтовым отделениям вот всех вот этих марок, так сказать, которые выходят. Так вот их не было в почтовых отделениях, они были только вот буквально в двух-трех. Они не заказывают. Ну, вот, значит, видите, это, видимо, нужно, чтобы появлялся вот какой-то энтузиаст, который будет ходить там на мазки капать или спрашивать, чтобы люди, как бы, спрашивали. Вы мне дали информацию, она не пропадет. Я ей скажу, Ира, знаешь что, давай-ка ты, милая моя, как говорится, возьми. Там вот этот небольшой даже стендик, там два-три десятка этих марок, но все равно это, ну, как сказать, все равно это что-то, это что-то, да, это пусковой импульс. Ну, и плюс, вот я говорю, вот, как-то через соцсети, вот эти вот с Кузнецкого моста, Филателия.ру, они, ну, они, у них не видеоблог, у них больше вот сайт, они там всякие статьи печатают о Филателии, и в соцсетях, там, вот, ВКонтакте, это, то есть, как-то сейчас вот нужно, видимо, новыми методами Филателия пиарить. Нет, у меня несколько людей, так сказать, имеют свои, так сказать, сайты в этом самом деле. Ну, а у вас, кстати, вот интернет-магазина нету при вашем этом, а не хотите, потому что, мне кажется, ну, сейчас вот бизнес, он постепенно в интернет же перемещается. Они у меня работают в интернете. Они это кто? Мои друзья. А, ваши друзья, которые... Мои и марки наши, вот, магазины, так сказать. А, ну, то есть, короче говоря, они как бы ваши марки выставляют в интернет. А, ну, то есть, вы все-таки, получается, представлены. Ну, вот, потому что, мне кажется, сейчас вот, особенно вот тоже у меня много подписчиков, вот, представьте, там, человек, например, из Забайкальского края в рабочем поселке живет, там 700 человек населения. У них на почте, там, и стандартные-то марки, бывают, заканчиваются. И вот тоже странно, почему почта России, ну, вот эта ООО-марка, почему они не могут в такие отделения оформить абонемент? Потому что у них на субъект вот несколько всего отделений, где можно оформить абонемент и получать марки по абонементу. Ну, раньше, чтобы абонементное обслуживание было очень хорошее. В любом, как говорится, городе, в любом, там, сколько-нибудь там... У нас были абонементы, так сказать, в каждом магазине. Ну, вот, да. Нет, сейчас они эти абонементы в коллекционерах, салонах. Но, извините, да, они построили там сколько, 40 с чем-то этих салонов по всей стране. Но, опять же, не все же живут в крупных городах. У нас регионы такие, там, может быть, 500 километров до областного центра. Не будешь же каждый раз ездить там. Вы абсолютно правы. Поэтому... Но здесь, понимаете, в чем, как говорится, сложность-то? Вот он получил абонемент. Значит, ему надо доставить туда, вот в этот городок или поселок так, ему надо туда доставлять марки. Значит, получается, цена марки возрастает за счет доставки, то, сё, пятое, десятое. Здесь тоже вопрос такой очень-очень скользкий. Ну, вы знаете... Либо, либо, либо надо, либо надо, так сказать, систему правил, правильно, посадить людей заинтересованных. Если там, в этом поселке, есть почтовое отделение, то, значит, вот есть там абонементы. Вот здесь должны отслеживать, либо в областном центре, они же получают, областные центры получают же марки. И вот они должны, так сказать, туда, как они же ведь общаются с этим... Знаете, вот мой дилетантский взгляд на это вот какой. Вот для того, чтобы развернуть по стране вот эту систему абонементного обслуживания, ничего не надо, кроме, да, то есть уже есть почтовое отделение на местах. Туда регулярно ездит почта. То есть, грубо говоря, лишние там два, три, пять, десять конвертов положить. Самое главное, это взять каких-то вот в центре, в центре, я не знаю, в Москве или где-то еще сотрудников, кто, грубо говоря, каждый месяц, допустим, будут комплектовать вот эти вот заказы по абонементу вот этому человеку, потому что там же можно, вот я в коллекционере, но я, поскольку хронологию России собираю, я все беру. А есть люди, которые берут, например, только фауну или только космос? То есть, по идее... Это не так надо делать. А как? Объясняю. Иногда просто что-то новое появляется. Вы зря все это замыкаете там на Москву, на издат-центр Марка. Это не надо. Значит, издат-центр Марка обеспечивает все областные и краевые города, главные города, края, Марками. И вот если вы организуете абонементное обслуживание вот в этих поселках, то они, эти данные, должны стекаться и оставаться в областном городе. И при получении оттуда поступает все то, что выходит, вы понимаете? И вы должны будет вот в том, так сказать, должен имя Рек сидеть, и он уже дальше уже должен вот в этот поселок, так сказать, Тмутно-Ракань доставить. Ну, организовать доставку, да? Да, там будет приходить туда почта, и в ней будет в этом, в описи будет стоять по абонементу такому-то. Все. Тоже вариант, я согласен. И, скажем так, у них вот эта сеть салонов-коллекционер, которую они развернули по стране, она и может стать основой для вот этой вот системы. Ну, по крайней мере, ну, мне так кажется. Ну, не знаю. Просто я рассуждаю, конечно, как тоже дилетант, потому что я не внутри вот этого механизма, эту кухню, как бы, я не знаю. Система, она простая же, о которой я вам сказал. Она, и не надо ее замыкать на коллекционер. И коллекционера совершенно другая задача. Деньги зарабатывать, это понятно. Я даже не в том дело, так сказать, там, понимаете, там не слишком много своих проблем. Деньги зарабатывать, конечно, надо. Поэтому, а здесь вот она, четкая система, так сказать, движения товара сверху вниз. Это движение товара сверху вниз. Все. Через областные центры. Все. Областной центр, районный центр. И все. Только четко должно все это дело быть выделено. Борис Глебович, а вот эта вот книжка у вас продается тоже? Конечно. Сколько стоит? Сумасшедшие деньги. 40 рублей. Так, я ее возьму у вас. Сейчас расскажу почему. А, вот. Ну вот, друзья, в общем-то, основное видео вы посмотрели. Я вам хочу сказать, что, ну, у меня, конечно, немножко, с одной стороны, приятное впечатление осталось от этой поездки. Потому что пообщался с интересным человеком. С другой стороны, ну, я несколько удручен. Почему? Потому что, ну, ясно, что вот такой вот формат, да, вот этих вот магазинчиков для коллекционеров, основанных не на коммерческих каких-то началах, да, а вот именно на хоббийных. И, конечно, больше, конечно, этот формат отмирает. Его тащат вот те энтузиасты, которые остались с тех времен. Ну, я не буду давать оценки тому, плохо это, хорошо или нет. Но, во всяком случае, вот такой формат магазина, видите, есть. И если кто-то из вас или ностальгирует по этой эпохе, или хочет просто к ней приобщиться вживую, посмотреть, да, как вот это вот все. Ну, приезжайте, посмотрите, пообщайтесь. Там я еще раз говорю, есть что и приобрести. Я в одном из следующих видео покажу, что я там набрал на почти 3000 рублей. Вот. Но, вы знаете, я хочу сказать, что, ну, вот видно было, что продавец Борис Глебович, да, он был искренне рад моему посещению. И даже не столько тому, что я там у него что-то купил, да, на какие-то деньги. Ну, наверное, этому тоже понятно, да. Это, в конце концов, его бизнес, он этим живет. Ну, вот, но он был рад тому, что, в общем-то, вот какой-то молодой, для него молодой человек, понятно, да. Я-то уже не такой уж молодой, но для него, в его категориях, понятно, что я молодой человек. Вот приехал, значит, с ним там, пообщался, приобрел марки, что вот филателия, как-то, так сказать, еще не совсем умерла. Поэтому, ну, вот, вы можете сделать приятное и себе, и ему, если, там, живете в Москве или оказавшись в Москве проездом, вот как-то заедете в этот магазинчик. Вот. Ну, собственно, на этом все, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. Еще раз призываю дать мне обратную связь по поводу вот этой новой рубрики, вот этого вот формата, да, что нравится, не нравится, что там можно улучшить, что хотелось бы видеть, вот в таком ключе. Оставляйте свои комментарии, это, на самом деле, будет для меня очень ценно. Ну, вот, а я с вами прощаюсь, как всегда. Занимайтесь филателии, смотрите мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписался. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok